All my dreams are falling in flames GENERALY PARTNERS Ресторан абхазско-татарской кухни «Мама-быста» Официальные партнеры Федеральная отечная сеть «Фармлен» Компания «Чайная гильдия» Компания «Аптас» Студия красоты «Медея» И тишина внутри Сожмёт меня за ной и вновь Здесь стены помнят всё Твои слова, мою любовь Кто виноват, и чья вина Весь день стою я у окна И правда в том, что я До слёз была твоя Кто виноват, и чья вина Весь день стою я у окна И правда в том, что я одна До сих пор такая ностальгия Потому что многие, знаешь, артисты Выходцы из фабрики Они, ну, кто-то не любит об этом говорить Я смотрю, как-то тепло И я так вот душой всё это вспоминаю Это же моя жизнь Абсолютно перевернула всё От того, что было Это вообще стало Какой-то другом Лен, а вот как ты думаешь Да, был такой выбор А если бы был контракт с Аллой Борисовной Да, вот всё равно ведь, возможно Жизнь твоя сложилась бы иначе И так, что хорошо или плохо Я же тут не столько говорю о том, что с кем бы я хотела Дальше сотрудничать Я говорю про то, что с кем бы я хотела Дальше общаться Потому что здесь, к сожалению, такой выбор У меня, ну, лишил меня такого возможности А что и те пристучатся Вот это я ещё не научилась Ну, уже потихоньку учусь Ну, нет, мы с ней виделись После этого множество раз Никогда не было приглашения Каких-нибудь там рождественских встреч Куда все артисты стремятся Она это очень давно не проводила Да, я недавно видела программу С Андреем Малаховым у Борисовны Когда там Родион Газман Она говорит, ну, можно Классно Ну, я очень бы хотела И я даже подготовила песни специально Сама пишешь все песни Не все, да? Не все, нет Меня так торкнуло недавно Как и да, несколько лет назад Ну, могу сказать, что я прям такой писемописец Но я понимаю, что я имею к этому вполне способности Если постараться, потрудиться Если суметь обставить себя в такой вдохновляющей атмосфере В принципе, я могу это сделать Я написала себе целых две И мне кажется, что я их уже записала То есть они есть в оформленном виде Одну из них тоже периодически ставят на радиостанцию По поводу радиостанции Многие звезды меня в интервью Не только в моих интервью жалуются Знаешь, о платных ротациях на телеканалах Музыкальных, на радиостанциях Как с этим? Тоже так же Тут недавно объявили, сколько нужно поставить Поставить песню Делег за мой клип На какой-то непонятный кабельный канал Кабельный канал Москвы? Нет, он, по-моему, вещает на Россию Ну, там такого качества практически Сколько стоит поставить? Много Машина средняя Машина средняя, понимаешь, стоит миллион рублей Или там Ну, что-то около того Немного меньше миллиона На какой срок? На месяц Месяц вещания, миллион рублей Ну, не миллион, меньше Что по радиостанции? Радиостанции с ними проще Ну, как, и проще, и сложнее Многие радиостанции говорят, что мы очень нравится трек Но мы не поставим, пока другие не поставят Ну, понятно А кто другие? Это русское радио А русское радио? Очередь очень длинная Очень длинная Я в последнее время заметила такую тенденцию, что даже артисты, которые до этого писали хорошие песни И эта песня у них звучит уже три года Три Мы ее не ставили Их не брали нигде Ни там Ни там Закрыто Наглухо Наглухо Они бьются Бьются Написали уже другие песни И тут что-то вдруг происходит Они где-то выстреливают И ту песню, которую они просили три года назад Внезапно начинают крутить везде Их начинают жутко любить Целовать Они говорят, мы к вам три года назад приходили Мы были точно такие же Но берут уже без тех денег Берут уже как хит Да? Так этот хит до три года назад Мы вам поставим Песня по маленькой звучала Очень Очень Просто с каждого туда Бесплатно? Тогда я этим не занималась Я этим не занималась В течение пяти лет Занимался Максим Ходей Не он сам, я занимался Продюсерский центр Но там была такая запутанная история Я не могу сказать, что я была совершенно его подопечной Как Юлия Славичева Глюкоза или Серебро Я была больше в таком Я не понимаю, на каком числе я была Но я была как бы с ними Но меня постоянно курировали другие люди Это очень сложный период в моей жизни Я считаю, что там Долговастенькая там посидела Это у меня, конечно Как сказать Задержали меня Очень поздно я оттуда ушла Надо было как-то раньше В 2009 году интернет и пресс пестрили заголовками Кукарская ушла от Фадеева Певицы и продюсеры действительно Расстались после нескольких лет Творческого союза Ходили слухи, что Фадеев не занимается Кукарской из-за неформатности О их бесконечных ссорах и невозможности Дальше работать вместе Сама Кука прокомментировала свой ход Как новый этап творческой жизни Я ушла в свободное плавание С продюсерского центра Максима Фадеева Пора делать самостоятельные шаги Кроме певческой деятельности Начну заниматься и моей режиссерской профессии Не индивидуальности Ничего вообще Пустые как пробки От вас нет драйва, кичи, а ничего нет вообще Скажи, ну вот артисты говорят об этих кабальных условиях С продюсерами, с продюсерскими центрами Когда артист практически ничего не получает И та же самая ситуация? Да? Ну как? Я не могу сказать, что там были карабасы-барабасы Потому что у меня были со всеми очень хорошие и теплые отношения Я не об отношениях Отношения могут быть теплые Но есть такое общероссийское понимание процентного соотношения Ну конечно, дикий Я не знаю, там 80% собирают продюсер 90-10 99,9% собирают продюсер Ты еще дикий, дикий Ну надо не забывать о том, что в тебя же вложили Ты как бы шел то для чего? Чтобы тебе тут все сделали Ну, ты же понимаешь Всегда хочется большего и большего И артист об этом забывает Соотношением ложного и приобретенного тоже Я об этом не забывала Я к этому отношусь вообще к любому труду И большим уважением Конечно, я считаю, что это дикий процент Но согласись, многие артисты считают, что Как они говорят, столько не вложили, чтобы столько забирать А кто вы были без этих людей? Они вложили в вас интеллектуальный труд Как он оценивает интеллектуальный труд? Кто его оценивает? У него где-то есть запатентованный ценник какой-то? Его нет Но тот вклад, который в вас сделали эти люди Вы бы без этих людей не были А я бы смогла Потому что люди забывают очень быстро Я этого не забываю И не забывала никогда Единственное, что мне казалось Давайте еще Мало Мне хотелось Работы И навсегда ее хочется Мне казалось, что Время начинает утекать сквозь пальцы Ничего не происходит Потому что Максим Фадеев При всей его действительной гениальности Гениальность в чем заключается? Давайте мы будем доводить, что он диктоин Я говорю про то, что он умеет настолько чувствовать людей, материал, время Что он всегда бьет в точку Он бьет в цель Это попадает стопроцентно Сколько лет вы вместе проработали? Пять А сейчас кто занимается твоей раскруткой? Сама? И как? Это очень сложно и безрезультатно Потому что Не хочется опять куда-нибудь под крылышком? Да, хочется Потому что одной работать Абсолютно сложно Невозможно И на самом деле Я сейчас могу спокойно об этом говорить Почему свободно и так легко? Потому что Я недавно стала мамой И я себя на какое-то время Сняла с себя все обязанности и переживания по этому поводу На время беременности, на время кормления То есть я сняла с себя все эти переживалки Поняла, что какое-то время, видимо, мне придется немного побыть в стороне Ну, для того, чтобы не терять форму Я все равно буду чем-то заниматься По крайней мере, я работаю По крайней мере, у меня есть материалы У меня есть заказчики Вот еще одно поздравление за наше интервью Это не только в том дне рождения, но и с годиком ребенку Чуть больше года назад Елена Кукарская Возвела сына певица Ее муж пара тщательно скрывала беременность Лены Для многих коллег по цеху и поклонников Кукарской новости о ее материнстве Стало полной неожиданностью К тому же последние несколько месяцев в социальных сетях Куки были фото только в стиле селфи Сейчас вновь как-то новый виток в карьере должен быть Ну да, я думаю Какие мысли, планы? Мысли, планы есть Я не могу сказать, что за время беременности Кормления я прям совсем Нет, я активно работала до 8 месяцев Вообще Слава Богу, у меня тут посолнился концерты Около Москвы Подмосковье, Москва Прям специально как будто За время кормления тоже И вот как родился ребенок до его года Я за это успела сделать столько Сколько иногда я вообще не Маме дается тройная карта внутренней силы Да, как у меня Причем ребенок был все это время неспокойный Я практически не спала Просыпалась через каждый час, полтора, сорок минут Вообще не спит ребенок никогда по ночам Но я успела найти песню какую-то Приобрести ее, потом записать ее Потом придумать с подругой с моей клип Записать этот клип, монтировать радиостанцию, фа-фа, ля-ля Вот это вот все Все это за год Привести себя в форму в конце концов на 20 кг Кстати Комплимент Сколько килограммов потеряла? 20 Подождите Сколько Да, 20 Совет телезрительницам Как удалось? Что нужно делать, чтобы потерять 20 кг? И спортом И спортом Нет таких способов Вечные советы Ну нет, их просто не придумал никто Есть вот Я тебе сегодня предложила десерт И сказала, ни-ни Никаких, я не знаю, грехов в еде уже нет Или все-таки иногда себе что-то можешь позволить? У меня вообще-то плывут диеты Сейчас у меня второй период То есть я лето себе позволила Ну, немножко так распроходиться Потому что, честно говоря, мне неохота было Мне так хотелось Мороженок Нормальный человек Не ходить с этими боксиками С собой Не тыскать, что иду Я хочу пойти гулять в парк с ребенком Взять какую-нибудь фигню Ну, в общем, позволить себе пожить такой Обычной летней жизни В Москве летом Просто супер Пускай не поймет меня Ну, там действительно столько Возможностей для отдыха Что я себе Вкусной еды Да, я себе позволила Расслабиться Вот Сейчас снова взяла себя в руки Потому что впереди у меня Есть очень долгоиграющий план О которых О планах не говорят В моем случае Но я думаю, что Жизнь моя скоро будет меняться В очень хорошую Профессиональную сторону Помоги мне Помоги мне Желтоглазую ночь Позови Видишь гибнет Сердце гибнет В огне дышащей лаве Любви 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»